черти раза из моей головной боли что у меня все это самое не не пользуется спросом совершенно я еще раз расскажу про эту историю и так все-таки чай сказаний оплатил самую крупную посылку этого года сразу были проблемы я сунулся с ней на почту а там все вспомнить килограмма 1700 косточек песке очень тяжелая посылка 7 500 и там меня потребовали 2 300 я сказал пошли вы и ускоренной почте сейчас нельзя долго слать я все в ускоренной почте я пошел поехал в этот самый в транспортную компанию энергия и за 910 рублей отдал слава богу неразорительно и раз вторую посылочку небольшую не приняли там сказали да это самая московская область москве есть представительство московской области нет там пришлось на почту хотя получается и все-таки отправил ускоренный вот это один на место сейчас я перешел на ускоренную почту выхода нет просыпается прям посылка и косточки а черенки еще не просыпаются но могут проснуться а тут 150 черенков рассказываю как анекдот еще раз почему мне нужно закончить рассылку черенков и не выбросить их и чем дальше если кто-то купит мая извините что он получит сразу выбрасывать остается апрель прекрасно не всходят в дороге прекрасно абрикосы нет яблони и груши абрикосы самые нежные просыпаются раньше всех остальные посередине и так человек который еще раз расскажу человек который заказал ты щекотчик я сказал почему не заказывать черенки и его ответ это очень важно пусть я повторюсь но это очень важно тем более что то я с унынием говорил а тут раз приходят деньги и немалые правда с большой скидкой и так почему не берешь черенки а не на что привать течение суток хватило чтобы оказалось что уже вот беру 100 а потом догонку еще 50 беру 150 это не шутки это 500 прививок если очень экономно если еще самое лучше выбрать и верхушки видят верхушки я их никогда не использую ему не советую но тем не менее полтысячи прививок можно сделать где он искал подбой у соседей у друзей это самое заброшенные сады лесополоса все нашлось и под груши и под яблони вот и попадет а самую под сливы вот и я еще ему навязал вот куда хочу еще говорю говорю еще и навязал ему персики и амрикосы секундочку уважаем вот что значит хорошо подумайте я вам советую хорошо подумать мой пример как христоматийный вот сгорает сад 2005 год значит я уже давно на пенсии я в этом на какой-то момент я полтора года работал двух садиках по три тысячи получал вы представляете как человек которым уже в то время можно было вручить хотя бы государственную премию уже было все но это сад селекционный цел это посреди деревни а промышленно сгорел но как я выкрутился 400 прививок сделал может чуть больше 400 пошло тут же за столом привел этой же весной привил осенью они у меня уже стоили 400 на 500 200 тысяч рублей то есть сразу вышел плюс и сразу всех пор не бедствовал никогда вот это а ведь много вы знаете что у вас саду растет в соседском в лесу и так далее а если меня не будет еще в следующем году все это последняя коллекция последняя кто вам еще такие щенки продаст вот вот это я так на эмоциях а дальше нормальный разговор еще раз покажу почему это учеба человек взял это где пальцы сейчас будет делать прививку прививка ненужная бесполезная глупая вот вторая глупость тут же на лицо потому что имея вот такие страшные раны белить бесполезно только время терять деньги терять силы терять и портить дерево потому что одно под побелкой не может нагреться но это в школе проходили белый свет солнечные лучи отталкивает вот это все для чего я говорю потому что яркий пример у меня тогда когда было телеканал бобер вы таких примеров было десятки я каждый раз смотрел с ужасом что они творят они выдумали и кто-то за них выдумал и они притворяли в жизнь вот эти дичайшие глупые ненужные приемы я над ними столько они мне дали возможность изгаляться и выглядеть даже где-то авторитетным вот ну и какой они ко мне не начали испытывать я так может быть уже они исчезли с экрана появились другие и появился знаете кто а сейчас еще одну покажу садовый мир двадцать пять тысяч подписчиков больше у меня в два раза правильно восемьдесят восемь тысяч просмотров и это восемьдесят восемь тысяч всех не поленилась посмотреть вот эту дебильную прививку вы видите что это такое это люди которые где-то что-то слышали взяли первую попавшую ветку на искалеченном дереве горизонтальную вот пройдет несколько лет вот показать бы сказать вот мы 5-3 года назад вот такую привык узел посмотрите сколько яблок сколько груш на наши прививки а тут не дай богу раза и все и нет прививки вот это стало тоже но почему иногда касса дороже что ли быть так глупо выглядит что думаешь ну не может разумный человек делать прививку возьмите вертикальную ветку примере получится дерево а горизонтальную что с него получится да почему-то одну из двадцати одну из ста привьет остальные чтобы она заплодносит она остальные уничтожили на целое дерево уничтожили вот еще показываю посмотрите все эти способы называются приближение плодношения видите а на самом деле это искалеченное дерево искалеченное с этого момента она теряет вот первый случай который называется удушение ну представим себе человек я всегда стараюсь да любое животное ну пережить и собаки лапу кошки шеи вот так чтобы у него глаза были здесь не насмерть не не насмерть она половину и ждите хорош себе попробовать палец перемотали палец отгнил руку перемотали рука рука отгнила вот дерево становится больным теряет иммунитет и с этого момента начинаем бороться с чем уже теперь с лишайниками сам хом с грибами вот листья папа паршивеют слова паша знаете что означает у него ежу второе значение паршивая паршивость так нет откуда наберется вот этот дерево нет пошел я же рассказывал меня было самое страшное лето вот холодное настолько сырое невероятно вот на абрикосах до поздней осени не было ни одно пятнышко это исторический факт я на сан савельевич подтвердил этого не должно быть это же абрикосы самые нежные а почему так сузи и даже ветки отрезал на прививку со многих и все равно они не заболели вообще не заболели ни одной листика ни одного пришла пора начали видать листья там уже другое дело это не нашли по это самое грибной болезни в абрикосах а у нас абрикосов стране нет а это же снимок то не я придумал и тогда он нашел еще один снимок я его на это самое вот это нашел у себя видите это мои цифры вот смотрите вот здесь когда-то было дерево я сейчас не помню ничего где она растет у меня у соседа и мне тоже приходилось выпилить нет у меня нет такого значит у соседа у кого-то и вот теперь она мертвая и появились грибы они для них вот это грунт грунт и вот когда они появляются на листьях мертвые точечки в начале то есть появляются мертвичины на листьях мертвые клетки это для них грибов грунт а этого до сих пор не знает никто кроме нас с вами опять подложу к чему подложу еще один пример почему они из разных примеры они складываются в одну картину когда все это нужно выставить на всеобщее обозрение пусть я распинаюсь а кому доказывает девятнадцать процентов из вас давно все знают я могу назвать десять двадцать тридцать фамилий сейчас разослать по всем это если бы наш человек стал президентом и сам бы первую команду дал всех же этих шаманов кружка железа у нас обзывали он ты вот всех по это вообще научные учреждения пусть учат смотрите не поленился же я вот это сделать когда косточки замачиваю и они всплывают их выбрасывают и никто никогда не посмотрел потому что такого совета не существует нигде никогда уж я конечно ученых тех не читал но уж популярную литературу то я уже тут это собаку съел вот я перечитал сотни если не тысячи статей правда меня каждый раз трясло но тем не менее надо было учиться и от обратного то есть как не как не как не как не сделать и вот смотрите ну че-то всплывает они специально это моя профессия понимаете это моя профессия никто так никогда никогда вот они пузырьки воздуха не дают утонуть а их выбрасывают совет окунуть воду а упавшего утонувший оставить в этих самых я потом взял вот так вот и из каждого десятка нет из каждых двух трех десятков только один споревший остальные все-таки утонули даже вот этого у меня таких примеров сотни вот а я в этом тесно мне в этих самых самое смотрите вот это вот мне смотрит целую серию фотографий кто-то из вас пришел колитесь кто-то умнейший мужик скорлупки наверху а наверняка садил с полностью заглубляя так вот уже и росток пошел так это не я я просто любуюсь это кто-то из наших видите опять шкарлупки практически корневой шейка наверху но если только на миллиметр загублено но тут уж вынуждено не оставлять а наверху сейчас поймете к чему я вспоминаем кто из вас сын манджорца скороплодный какова его судьба я не знаю прошли годы я любуюсь работой человека своего ученика я его не подвел видите какая всхожесть это еще не все вот этот полюбовались ну шарился я мне надо было тему другую совсем наткнулся ну что вы скажете какова всхожесть все шкарлупки наверху они были все закопаны теперь получается что все себя доли снаружи вот этими суждено долго жить а почему я говорю щас поймете